Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. Трудности при произношении могут коснуться не только ребёнка, но и взрослого человека. И тогда на помощь приходят логопеды. Они исправляют речь пациентов любого возраста и помогают им обрести роскошь общение. Именно специалистам, которые возвращают людям возможность вести беседу без речевых препятствий, сегодня посвящён Всемирный праздник – Международный день логопеда. Ну а что интересного произошло в нашем городе, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня выпуски. Руководители подразделений города провели плановое совещание. В последнее время, конечно, популярность возросла в разы, потому что объём услуг, который там предоставляется, он расширяется. Стоять в очереди не надо. Портал Госуслуг стал ещё доступней. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда Управления по делам ГОЧС привлекались для проведения работ на территории муниципального образования. Управление по делам ГОЧС отчиталось о происшествиях за неделю. Мы сейчас находимся с вами в обновлённом красивом спортивном зале, который стал тёплым, уютным и доставляет эстетическое удовольствие и нам, и родителям, и детям. Обновлённая спортшкола открыла свои двери. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Смоленске открылась фотовыставка, посвящённая 300-летию российской полиции. В экспозиции представлено около 100 фотографий. Они показывают повседневную службу смоленских полицейских и их спортивные достижения. Здесь же можно увидеть фото с празднования 300-летия российской полиции, которое прошло в Смоленске в мае, а также портреты ветеранов органов внутренних дел и архивные фото начала 20 века. Возгорание в частном доме, вакцинация взрослого населения, заседание Совета по малому и среднему предпринимательству. Эти и другие вопросы обсуждались на еженедельном оперативном совещании в администрации в минувший вторник. Подробности далее. Совещание проводил глава города Андрей Шубин. Он сообщил неприятную новость. В понедельник около 9 часов вечера в частном доме садового товарищества «Надежда» произошёл пожар. Погиб один мужчина. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении. Глава призвал руководителей подразделений напомнить десногорцам о правилах пожарной безопасности. Заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков доложил о расширенном заседании Совета по малому и среднему предпринимательству. Оно пройдёт 16 ноября в 13 часов дня в администрации города в кабинете номер 325. Участие может принять любой, кто занимается собственным делом. В медсанчастие номер 135 проводится вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито только 10% населения Десногорска. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Все дома и муниципальные объекты обеспечены теплом, сбоев и нарушений нет. Вячеслав Сюдунков напомнил о проекте «Комфортная городская среда». Коммунальная служба продолжает взаимодействовать с жителями, помогает оформлять документацию. Совсем скоро начнётся онлайн-голосование на сайте администрации по выбору общественной территории для благоустройства. В ближайшие выходные в Десногорске состоится ряд спортивных мероприятий. Все жители гостей города 17 ноября в 14.00 в детско-мужская спортивная школа мы приглашаем на спортивный праздник, посвящённый 40-летию зарождения дзюдо на территории нашего города. Также 17 и 18 ноября в муниципальное бюджетное учреждение ФОК Десна мы приглашаем на первенство цифров и баскетболу среди мужских команд. Совещание закончилось отчётом Центра занятости населения. Уровень безработицы в Десногорске составляет 0,56%. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ В Смоленской области впервые выявлена фальшивая банкнота номиналом 2000 рублей. Чаще всего в регионе обнаруживают пятитысячные поддельные купюры. В июле-сентябре 2018 года таких оказалось 31 штука. Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются банкноты номиналом 1000 рублей. За квартал обнаружено 20 подделок. Среди банкнот номиналом 500 рублей выявлена всего одна подделка. Чтобы свести к минимуму риск получения фальшивых денег, Банк России рекомендует ознакомиться с информацией о признаках подлинности купюр на своем официальном сайте cbr.ru или в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Единый портал государственных услуг расширил спектр своих предложений. Теперь не нужно часами стоять в очередях, чтобы получить необходимый документ. Тему продолжит Элина Нурматова. Десногорский многофункциональный центр действует уже пять лет. Его основная задача – предоставление муниципальных и государственных услуг. Всего их около 250. В основном – это регистрация права собственности, социальные услуги, выплаты и пособия, субсидии, замена паспортов и водительских удостоверений. Причем все это можно сделать за одно обращение. Приходить нужно с оригиналами документов, а также паспортом. Ожидание в электронной очереди составляет не более 15 минут. Существует и предварительная запись через сайт МФЦ. Работники центра помогают на нем зарегистрироваться. «Зарегистрироваться, заполнить регистрационные данные может любой гражданин у себя дома с помощью интернета. Подтверждение учетной записи можно пройти в МФЦ. Для этого нужно обратиться с паспортом и с НИЛСом. Ну и собственно все, все услуги после регистрации, которые там на тот момент доступны, они работают». Доступность услуг напрямую зависит от количества указанных на сайте личных документов. Тем, кто хочет отслеживать налоговую задолженность, нужно указать свой ИНН. А для контроля за штрафами ГИБДД необходимо внести сведения об автомобиле или водительское удостоверение. Еще один несомненный плюс портала – это оплата госпошлин. При уплате с помощью сайта начисляется скидка 30%. Также есть пошаговая инструкция, как правильно ввести данные. Учитывая огромные плюсы портала, лесногорцы успешно его осваивают. «Как школьный учитель я пользуюсь именно школьным журналом. Через портал госуслуг очень удобно. Ну, как в очередь стоять не надо. Пришел, посидел, газетку почитал и получил услугу, какую надо». В многофункциональном центре можно не только подтвердить личность для входа на сайт. Специалисты помогают зарегистрироваться или восстановить учетную запись. Данные портала надежно защищены современными системами, что позволяет хранить большой объем данных без угрозы взлома. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев. Десна ТВ. Алексей Островский поздравил главный смоленский вуз с юбилеем. Университету исполнилось 100 лет. Губернатор вручил лучшим сотрудникам федеральные и региональные награды. Праздничные мероприятия продолжались три дня. Сейчас в СМОЛГУ 8 факультетов, 36 кафедр и более 330 преподавателей. Обучение проходит около 5000 студентов. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю нам рассказал начальник управления по делам ГО и ЧАЭС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧАЭС привлекались для проведения работ на территории муниципального образования. По оказанию помощи скорой три раза, по оказанию помощи при происшествии на воде один раз. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 640 сообщений, из них 259 ложных. Поступило и отработано 7 просьб от населения. Администрация Смоленска объявила открытый конкурс на создание праздничного плаката с Новым годом и Рождеством. На конкурс принимаются проекты форматом 3 на 6 метров для размещения на улицах города до 3 декабря. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте администрации Смоленска. Более 15 лет в детско-юношеской спортивной школе Десногорска не проводился ремонт. Долгожданное обновление зала для борьбы завершилось на прошлой неделе. Первое открытое занятие под дзюдо посетила наша съемочная группа. Подробнее в сюжете. Спортивный зал отремонтирован при финансовой поддержке Смоленской атомной электростанции и при участии администрации города. На ремонт было выделено более 1 миллиона рублей. Работы по обновлению спортзала проводила смоленская подрядная организация «Альянсстрой». Мы сейчас находимся с вами в обновленном красивом спортивном зале, который стал теплым, уютным и доставляет эстетическое удовольствие и нам, и родителям, и детям. Первыми в новый зал пришли самые юные воспитанники спортивной школы в начале тренировки «Разминка» – одно из обязательных условий перед активными играми. Занимается с детьми директор спортивной школы, тренер под дзюдо Валерий Платонов. После физкультминутки мальчики и девочки учатся правильно отжиматься, кувыркаться, делают все, чтобы укрепить свои мышцы и уже через год приступить к изучению настоящих приемов борьбы. «Более двух месяцев у нас продолжался ремонт. Здесь окрашен потолок, окрашены были стены, полы, трибуны. Также произведена замена защитных экранов на батареях, замена дверей, замена форточек». Родители юных спортсменов по достоинству оценили новый зал и работу тренеров. «Мы тут делаем отжимания, дисциплину держим. Еще мы тут делаем борьбу на коленях». «Мне очень нравится, как мне хорошо в дзюдо». «Стало свежее, красиво. Видно, что именно здесь вот любят детей, ждут и занимаются с душой». «Спортивный зал шикарный, просто новый. Вообще, после ремонта он выглядит совсем по-другому. Он такой яркий. Дети с удовольствием занимаются. Но особенно хочу отметить, это нашего преподавателя. Это Валерия Владимировича. Он просто отдает им всю душу». Руководство школы надеется, что теперь юные спортсмены смогут достичь еще больше новых результатов. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ «Смолянин» стал гостем шоу Ивана Урганта. Студент Смоленской государственной академии физической культуры, спорт и туризма хорошо показал себя на чемпионате мира по спортивной гимнастике. В интервью он рассказал о своем выступлении в Дохе и поражении в командном турнире. Артур Далалаян лично поблагодарил тренера, который с ним занимается с шестилетнего возраста. В 2020 году студент собирается принять участие в Олимпиаде. И коротко о погоде. 15 ноября будет небольшой снег, днем минус 4, ночью 0 градусов. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.defis.tv.ru С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин